На одной из центральных улиц Ташкента, что связывает сквера Миротимура, расположена уникальная возвышенность, получившая название Минг-Урик, дословно переводится как «тысяча абрикосов». На самом деле, эта возвышенность является развалинами в древней крепости, столицу тюркского Каганата Чач. Согласно археологическим исследованиям, город существовал в начале I века н.э., еще до прихода арабов в Центральную Азию. Этот уникальной местностью впервые заинтересовались археологи еще в конце XIX века. Тогда начались первые исследования и обнаружены первые артефакты. Как предполагают ученые, комплекс, расположенный здесь, служил древней резиденцией тюркских правителей. Планировка помещений и схема построений свидетельствуют о том, что здесь были расположены древние языческие храмы с открытыми алтарями для огня. Город-столица древнего Каганата просуществовал до IV века н.э. Согласно китайским источникам, территория современного Ташкента входила в состав государства Кангюй. После распада государства Кангюй, эта область, на которой расположен современный Ташкент, в начале IV века превратилась в самостоятельное государство. Уникальные городища Минг-Урик, Канка, Шаштыпа, расположенные на территории Ташкента, яркие свидетельства того, как проходила историческая урбанизация нашей столицы. Сегодня городище Минг-Урик и музей, расположенный на территории, находятся под охраной государства и являются интереснейшими объектами изучения истории Ташкента. Информация взята с сайта узбекистан.travel Ну, а я делюсь видео из своего посещения этого места. Это одно из моих любимых мест в Ташкенте. Это место, можно сказать, зарождение нашей столицы. Вот такие красивые декорации для фотосессий. Рядом этого помещения 800 тысяч час. Кто желает, добро пожаловать. Такая моя красота. Ташкент. 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 Продолжение следует...